Грабитель самобогатых. Защиту от суда в друзьях нашли в родстве. Великолепные с руля палаты развиваются в пирах и мотовстве. И где и воскресят клиенты иностранцы прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве 200 лет назад не зажимали рты обеды, ужины и танцы? Не тот ли вы, как у меня еще спелен для замусов каких-то непонятных детей, возили на поклон? Тот нескольких негодяев знатных толпой, охуроженных служб, усердствуя, они в чесы вина и драки и чести жизни, ему не раз спасали друг. На них он выменил борзые три собаки. И вот тот еще, который для затей на крепостных балет сагал у многих фурм, от дочерей, отцов, отторженных детей, сам погружен в ногу зефиры и амуры составил всю Москву. Девицы и красе, но толщников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы по одиночке. Вот те, которые дожили и досидимы, вот уважать того должны мы без людей, вот наши строгие ценители и судьи. Теперь пускай из нас, один из молодых людей, найдется враг из камень, не требуя немесли, повышения в чин, в науке он вперед, умалчащий сознание, или в душе его сам Бог возбудит, жар, искусственным, творческим, высоким и прекрасным. А ним тот час, а ну, а жар, и прослывет у них. Мечтатель, опасный, мундир, один, он в прежнем их быту, когда-то укрывал. Расширный, красивый и слабодушие, рассудка, нищету и нам за ними. В путь счастливый, и жена, дочеря, мундиру в таре страсть. Я сам до ноль к нему от нежности отрекся, отрекся. Теперь уж в это мне ребячество не впасть, но топ тогда за всеми. Не повлекся, когда из барбины и от вора сюда на время приезжали, кричали женщины «Ура!». И воздух чепки. Очень интересно. Это было 200 лет назад. 400 лет назад было или 500, но чуть-чуть по другое. Другое. Герой комедии Бабарше говорил следующее. Я изучал химию, фармацетику, хирургию. Это 500 или 400 лет назад. Несмотря на потребительство или кожу, без труда удалось достать место ветеринара. Наконец-то мне надоело научить больных животных, и я увлек все занятия в противоположном. Отчертя голову, понесся в театру. Господи, лучше бы я повесил себе камень даже. Я сострекал комедии с горелой жизнью. Я полагал, что будучи драматургом испанским, я без зазрения совести смогу нападать на Маганета. В ту же секунду некий посланник, шокерозачей, приносит жалобу, что я в своих стихах оскорбляю блистательную порту, Керзию, часть Индии, извини, весь Египет, а также в Крановском банку, Триполи, Кунис, Алжи и Марокко. Мои камень и сняли в угоду магометанским владыкам, не один из которых, я уверен, не умеет читать, и который, сбивая нас до полусмерти, обычно приговаривает, вот вам, христианские собаки. Ум невозможно унизить. Ему отлучают тем, что гонят его. Вскоре после этого я увидел, как за мной, сидя в полоске, я увидел, как за мной опустился подъемный гост в перерывном замке. И затем у входа в этот замок я оставил надежду и свобода. Как бы я хотел, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился один из этих временщиков, которые так спокойно подписывают самые беспощадные, 500 лет назад, самые беспощадные приговоры, я учился бы тогда, когда грозная палуба убавит лед в спесе. Я бы ему тогда сказал, что глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено, что там, где свободно критики, там никакая похвала не может выгодить. Приятно. И что только мелкие людишки боятся мелких статей. Хотя я тоже им надоело кромить незнакомого на хлебника, меня отпустили на все четыре стороны. Но так как есть участие, не только в тюрьме, но и в коже, я вновь застрял перо. И давай спрашивать всех и каждого, что 500 лет назад в настоящую минуту волнует умный человеческий? Меня ответили. Что пока я привал на козелых львах. У нас в Мадриде введена свободная продажа всех изделий, вплоть до изделий печатных. И что только в своих трудах я не должен касаться политики, религии, нравственности, должностных лиц, благонадежных корпораций, оперных театров, ровно как и все другие театры, а также всех лиц, имеющих к чему-либо, какое-либо отношение. Обо всем остальном я могу писать совершенно свободно под насмотром двух или трех цензоров. Охваченный жаждой, вкусить плоды столь отравлой свободы, я печатаю объявление о новом погребном издании. И для пущей оригинальности я называю его бесполезная газета. Боже мой, что тут началось? На меня получился легион газетных щелкоперов, меня опять закрывают и опять без дела. Оставалось идти воровать. Я пошел в комбомет. И вот тут так, изволите видеть, со мною начинают носиться. И так называемые порядочные люди гостеприимно открывают крыльяной двери своих домов, удерживают нашу свою пользу три четверти прощения. Я вот отличная курица. Я уже начну понимать, что для того, чтобы нажить состояние, не нужно проходить курс наук. нужно развивать ловкость рук. По-моему, Завод, подожди. Но так как все вокруг меня апали, а честность не требовали ни одного, пришлось поднимать вторично. Баварше 500 лет назад. Мы о политике не говорим. Люди не меняют. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ